Торонто не столица Канады, Сидней не австралийская столица, Астамбул тоже столицей Турции не является. Эти города стали настолько популярны у туристов, что некоторые из них до сих пор путаются и не знают, какие же города этих стран действительно являются столицами. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам, погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю. Знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. Сегодня мы отправимся в три разные столицы, канадскую, австралийскую и турецкую, чтобы наконец запомнить какие-то города и узнать, как и почему столицами стали именно они. Канада, Оттава. Когда речь идет о Канаде, то подумав о ее столице, многие думают о Торонто, но на самом деле канадская столица Оттава. А раньше столицей вовсе был Монреаль с 1844 по 1849 год. Потерял он свой столичный статус после того, как члены двух политических партий Англии, а позднее в Великобритании, так называемые Тори, сожгли здание парламента. Таким образом, они выражали протест против принятия закона о возмещении убытков восстания в Нижней Канаде. А после того, как столицей стала Оттава, Монреаль стал неким пристанищем для американцев, которые искали пути выпить во времена сухого закона в США. Вот так вот. До середины 19 века Канада состояла из разных провинций, и в них были своя власть и столица. Где-то в основном жили выходцы из Англии, а где-то из Франции. Но когда было заключено соглашение об объединении этих самых столиц, возник вопрос о поиске основной столицы. Довольно долгое время компромисс найти не удавалось, в том числе из-за постоянного соперничества между англичанами и французами. Был вариант и такой, чтобы Торонто и Квебек были столицами по очереди и сменялись каждые 4 года. Но позже такой вариант отмели, так как правительству бы пришлось постоянно переезжать из города в город, а это довольно затратно. В итоге королева Виктория выбрала Оттаву столицей Канады в 1857 году. На это решение повлияло ее расположение на реке Оттава, что делало ее более защищенной, чем предыдущую столицу Монреаль. А еще Оттава двуязычный город, на официальные языки английский и французский. Это отражает приверженность Канады как англоязычному, так и франкоязычному населению. Еще одна из причин, по которой выбор пал на Оттаву, ее соединение с другими крупными городами с помощью железнодорожного и водного транспорта. Плюс ко всему удаленность Оттавы от американской границы повышала уровень безопасности, так как тогда правительство всерьез остерегалось военных действий США. Что представляет собой сейчас нынешняя столица? Оттава, четвертый по величине город Канады, а еще одна из самых холодных столиц мира. Обогнали ее только монгольский Улан-Батор, казахстанская Астана, российская Москва, финские Хельсинки, Рик Ярик в Исландии и Таллинн в Эстонии. Около четверти населения Оттавы иммигранты. Здесь выросли актеры Мэтью Перри и Брэндон Фрейзер. Оттава город с самым большим количеством образованного населения. Более 50% жителей имеют степень или диплом, а на одного жителя здесь приходится больше ученых, инженеров и докторантов, чем где-либо еще в Канаде. Город привлекает многих иностранных студентов, вузы здесь билингвальные, дипломы принимаются и ценятся во всех странах мира, а близкое расположение к американской границе дает возможность путешествовать и в Штаты. Один из самых топовых вузов здесь University of Ottawa, учрежденный в 1848 году, что делает его одним из старейших вузов страны. До 1970 года здесь преподавал богатырчук Федор Парфеневич, советский шахматист и рентгенолог. Но если вам интересно образование за границей, включая Канаду, заходите к нам на второй канал SMAPS Education, где мы рассказываем и показываем зарубежные учебные заведения. А также на нашем сайте SMAPS вы найдете огромный перечень учебных заведений за границей от языковых центров до школ и университетов. Но если говорить об одной из бывших столиц, о Монреале, то там тоже живет немало выходцев из других стран. А помимо английского и французского языков здесь распространены и другие. Население Монреаля почти 1 миллион 800 тысяч человек. Из них около 40 тысяч владеют русским. И в целом Монреаль довольно многонациональный город. Помимо французов и англичан здесь большое количество выходцев из Италии около 200 тысяч, Китая 90 тысяч и Германии около 70 тысяч. Из Канады давайте отправимся еще в одну англоязычную страну. Австралия. Если вас спросят, какой город является столицей Австралии, что вы ответите? Многие не задумываясь отвечают, Сидней. Сидней действительно в какой-то момент стал известным и популярным. Но австралийская столица на самом деле Канбера. Хотя когда-то на ее место претендовала и Сидней наравне с Мельбурном. Но в итоге их соперничество привело к трудностям в принятии решения. Сидней самый большой и самый старый австралийский город. Основан он был в 1788 году, а площадь его составляет 12 144 квадратных километров. Площадь столичной Канберы всего 814 квадратных километров. Канбера же, а точнее территория, расположенная между Сиднеем и Мельбурном, была выбрана в качестве компромисса, чтобы выйти из тупика касательно выбора столицы. Канбера воспринималась как нейтральное место, которое могло бы сократить разрыв между двумя крупными городами и избежать фаворитизма. Канбера была спроектирована специально для этих целей. Изначально там города не было, когда была выбрана территория. Между Сиднеем и Мельбурном объявили международный конкурс на лучший дизайн для будущей столицы. Победил тогда проект архитекторов из Чикаго, Уолтера Берли Гриффина и Мэриона Махони Гриффина. Проект представлял собой концепцию города-сада, что подразумевало наличие больших зеленых растительных зон, из-за чего австралийцы даже прозвали столицу Буш Кэпитал, что можно перевести... Нет, не как столица Джорджи Буша, а как кустарниковая столица. Название для столицы произошло от диалекта Габри, местного племени. На их древнем языке Канбера переводится как место для собраний. Лобное место дословно. В австралийской столице нет никаких промышленных предприятий. Так было задумано с самого начала. Это правило соблюдается до сих пор. Здесь уделяют большое внимание экологии. На одного жителя здесь приходится около 20 деревьев. А еще тут есть возможность пожить с дикими животными в отеле Джамала Уайлдов Лодж. Всего за 1000 долларов за ночь. Здесь можно пожить по соседству с лемурами или сурикатами. А по утрам завтракать напротив жирафов и львов. За стеклом, конечно. А скажите правду, во сколько лет вы узнали, что столица Турции вовсе не Стамбул? Как? Вы и до сих пор не знаете? Анкара была выбрана в качестве столицы Турции вместо Стамбула. Обусловлено это историческими и стратегическими соображениями. Это решение было принято Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем современной Турции в рамках его усилий по преобразованию и модернизации страны в начале 20 века. Анкара расположена в центральной части Турции, что делает ее более стратегически защищенной, нежели Стамбул, который расположен на северо-западе, недалеко от побережья. Ататюрк хотел, чтобы столица была труднодоступной для иностранных военно-морских сил и менее уязвимой для внешних угроз. А еще Ататюрк стремился ворвать с османским наследием и создать новую современную турецкую идентичность. Перенос столицы из Стамбула, который был столицей Османской империи, символизировал разрыв с имперским прошлым и начало новой эры. Тогда Анкара тоже был древний, но совсем небольшой город, которому сейчас, тем не менее, есть чем похвастаться. Собственной кошачьей породой, турецкой ангоры, она же анкарская кошка, и тканями высокого качества из бараней шерсти. В 1919 году здесь разместилась ставка освободительного движения. Потом было образовано общетурецкое правительство, и в конце концов провинциальный городишко стал столицей и носит это название по сей день. Возможно, на сегодняшний день Анкара менее популярна, чем Стамбул. Стамбул ежегодно посещает 20 миллионов туристов, а согласно данным исследованиям Euromonitor International, он и вовсе занимает первую строку как город с наибольшим количеством иностранных прибытий, обогнав Лондон и Дубай. В Стамбуле есть что посмотреть. Здесь находится голубая мечеть, самая известная местная достопримечательность, которую видно из любой точки города. Недалеко от него находится собор Святой Софии, бывшая христианская церковь, которая является примером архитектуры Константинополя. Но о Стамбуле у меня есть отдельные выпуски, которые вы можете посмотреть по ссылочкам. В Анкаре на самом деле тоже есть что посмотреть. Мечеть Каджатапе, самый крупный мусульманский храм города. Начали ее строить в 1967 году и закончили спустя 20 лет. В ее подземных помещениях находятся чайные и один из самых крупных супермаркетов Анкары. Арендная плата которого финансирует мечеть. Крепость Хиссар, цитадель 7 века, состоящая из двух частей. Внутренней крепости и старого города, который окружен крепостной стеной. В старом городе есть ресторан Киночезады Канаги. В 19 веке это был простой особняк, а в 2007 году его решил отреставрировать мастер резьбы по дереву по имени Кеверджек. В итоге дом превратился в целый культурный центр, где есть библиотека, музей и собственно говоря ресторан. На втором этаже находятся комнаты, которые тоже можно посмотреть, спросив разрешения. Раньше там жили турецкие политики, журналисты и профессора. Друзья, если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Напишите в комментариях, куда еще стоит отправиться или о чем сделать выпуск. Также заходите и подписывайтесь на наш второй канал о зарубежном образовании, если вам интересны не только путешествия, но и учеба в школах, колледжах, университетах по всему миру, то обязательно подписывайтесь и заходите к нам на сайт компании smaps.ru или на английском smaps.com